Планета Дзюдо Планета Дзюдо Планета Европы по самбо Хайфа гостеприимный город И принимает всех Вы проводите Судейский и реферевский семинар И пожалуйста Вам слово, какая задача Цель и кто участвует в этом Семинаре Задача и цель, во-первых, обсудить Некоторые спорные моменты, которые Каждый год, каждую ситуацию Мы просматриваем ситуации, которые у нас были В период каких-либо Либо соревнований Не говорим о той ситуации Обсуждаем Также участвуют здесь действующие судьи, которые берут лицензию И которые международные судьи Уже не первый год И молодые судьи, которые хотят Возойти в семью судейства Которых мы просто обучаем Созов Понятно, что они у себя в стране Судьи действующие Но Который, который выезжает со своей страны На международные турниры На международные соревнования Такие большие соревнования Как континентальные соревнования Европейские Это большое соревнование Там немножко другие нюансы Немножко другое судействие Немножко другое видение И мы со своим опытом Просто это цели, которые мы хотим передать Просматриваем мелкие ситуации Которые мы не видели Иногда глазу Иногда Даже опытные судьи Не могут не увидеть на ковре Но При просмотрах При обсуждениях Мы все это видим и потом просто доводим это до людей, для того, чтобы мы вышли и ни в коем случае не решали судьбы со своими ошибками, потому что судья, как и любой человек, имеет свойство ошибаться, потому что мы были все люди. Но мы хотим это сделать минимизированно, чтобы ни в коем случае ни один спортсмен, приехавший поучаствовать в соревнованиях, не был, посчитал, что его обидели или специально что-то сделал судья, для того, чтобы ни в коем случае это не ставится задача судьбы. Мы те же зрители, только у нас просто место немножко поближе, чем у всех, мы просто видим ту же ситуацию, немножко ближе, и нам еще долго право оценить эту ситуацию, и надеемся, что те, кто приедут, победят сильнейшие, и те, кто должны победить. Вообще, сегодняшняя тенденция развития самбо подразумевает такое серьезное изменение в правилах. Оно идет, скорее всего, и к тому, чтобы большее понимание было у зрителей, что происходит на ковре, и в том числе, наверное, более такая динамичная борьба была. На ваш взгляд, вообще, вот то, что происходит сейчас именно с точки зрения правил самбо, насколько это хорошо повлияло в последние, я думаю, 5 лет? Значит, ситуация в том, что изменение в правилах всегда будет существовать, потому что, во-первых, мы все развиваемся, и опять же, мы приходим к тому, что мы шоу, и для того, как вы правильно сказали, для того, чтобы люди, которые смотрят нас, даже никогда в жизни не боровавшиеся, мы понимали, смотрели, есть люди, когда в жизни никто не играл в футбол, но все его смотрят. Мы хотим прийти к этому, чтобы это было красочно, чтобы это было интересно, и чтобы это было понятно, что происходит. Плюс, хотелось бы убрать немножко травматизма, потому что есть приемы, есть техники, которые раньше от них наказывалось, сегодня доказывалось, мы хотим привести к тому, что спорт все-таки оставался здоровьем, а не травмами, не заканчивалось. И опять, эти правила введения, я считаю, что это немножко поддало, дало немножко понятие определенности, и в некоторых местах проще объяснить и проще судить. В сегодняшнем семинаре я посмотрел немножко, еще немножко останусь, тоже посмотрю, поснимаю. Ну, достаточное количество я посмотрел, и судей, рефери, представляющих разные регионы, разные страны. На ваш взгляд, вы довольны тем кворумом, который сегодня присутствует? Я доволен кворумом, который присутствует, немножко не радует то, что здесь было бы желательно побольше народу, побольше людей, которые действительно хотели бы интересоваться. Вот что я знаю, что есть люди, даже опытные, даже мы каждый день учимся, мы даже сегодня обсудили некоторые моменты, где даже у меня были какие-то недосмотрения. Есть люди, которые привозят с каждой страны, с каждой страны они привозят техники другие. Для этого делается семинар, чтобы человек, мы не навязываем ни в коем случае свое мнение, потому что мы правы или не правы, мы хотим слушать людей, мы хотим, чтобы они научили нас, и мы также будем научить их. Хотелось бы побольше. Рефери из Израиля непосредственно подключаются к процессу, есть новые поколения рефери? Есть, есть новое поколение, растет, к сожалению, у нас не такое большое количество соревнований по самбо. Так, опять же, в том числе, что мы с того времени, что это было, мы, конечно, даже ушли, намного поднялось самбо в Израиле. Новое поколение, да, есть, они будут подтянуты на вспомогательные работы на сегодняшний день. Но уже есть процесс, если раньше нам приходилось находить просто людей, или люди, которые должны быть на ковре, нам приходилось их отправлять на форму, на все остальное, потому что никогда нехватки сегодня будут молодое поколение, даже есть, можно сказать, пожилое поколение, которые будут помогать, есть местные судьи. Мы также проводим семинары, также проводим соревнования, потому что, ну, как бы ни было, без судей невозможно провести соревнования. Это мой взгляд. Ну, и в заключение, что бы вы могли пожелать непосредственно судьям на ковре и тем участникам, которые будут на этом ковре демонстрировать свою технику? Значит, для судей я уже то, что я даже здесь сказал, что мы все-таки свистком, правильным, неправильным, все-таки где-то в какой-то момент мы решаем судьбу людей. И хотелось бы, чтобы это в никаком случае не было. Ошибка, ошибка и понимание, почему это, почему ошибка и почему нет. Желаю поменьше ошибаться, побольше применять правила там, где их нужно поменять. А спортсменам только удачи. Я думаю, что всю работу, которую они успели провести, провели, и они покажут свою работу, свои действия на ковре. Мы им в этом поможем. Анатолий, спасибо большое, что вы ответили на наши немногочисленные вопросы. Желаем вам хорошего семинара, продолжения. Желаем хорошего судейства на чемпионате Европы по борьбе с самбо в хайфе, который пройдет вот уже на этой неделе. Участникам желаем хороших выступлений. И судим, как вы уже сказали, такой грамотного судейства. Обязательно. Спасибо вам. Спасибо. И вам хорошего слова, и получите удовольствие от всего, что вы будете видеть на экране. Мы не можем ее защитить. Правильно? Сейчас показано, что находясь еще в положении парта, я уже начал атакующий действие, начал толкать, а потом встал, и бросил. Нито не защитить не может. Дальше процесс идет. Я сначала встал, а потом начал атакующие действия. Можно продолжить. Спасибо. Я сейчас смотрю это для первый раз. Первый взгляд, второй взгляд, значит, это боевая всегда очень сложные моменты. Как будем делать? Я вам скажу, это мое предложение. Потому что если на этот момент сейчас он главный суд, и скажет, здесь нет установки баллов, то он решает на свое, и он решает. Завтра буду я главный суд, и я скажу, что надо сделать. Вот такие самые сложные моменты, которые получаются, надо комиссия сделать. Минимум трех человек. Скажем, на данный момент придет Максимов, потом буду я как главный суд, потом кто зам, скажем, Азат, Гершман, или кто еще там, Миша. Вот соберемся трех человек, и просто у каждой всегда будет своего мнения. Высказали свои... А он сам падает, он сам падает в ту сторону. Когда ты делал... Стоп, когда ты... Я объясняю, почему. Я вам ходить неправым. Не, 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 расскажи, давай. Он делает зацепы внутри. Он его тянет туда, на себя, ну как бы, сторону в эту. И он даже, даже если ему помог, синий туда уход. Тихо, тихо, тихо. Я объясняю. Объясняю. И он как бы тянет его туда, ну и падает туда, в эту же сторону. Он не изменяет направление. Тихо. Сначала, как имя? Василий. Василий, Василий. Когда делает человек зацепу, ты никак не можешь упасть. Нет, 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 нет. Зацеп делает не сюда, и ты... Я согласен, но он писает ему не так. Хорошо. Секундочку. Так, нормально. Сейчас мы учимся. Значит, то, что ты говоришь. Мы преподаем нашим спортсменам, зацепись внутри, мы делаем зацепись внутри, и падаем сюда. Я спрашиваю. Форсок туда идет. Зацепись внутри у нас должен пойти... Туда. Все правильно. То, что ты говоришь. А сейчас я описываю твои слова. Зацепись внутри. И сюда. Я не хочу тебе нового. Не двигайся с гранией. Это то, что ты говоришь. Зацепись внутри. Я зашел. И сюда делают зацепись внутри. На себя. Вот он зашел. Контур просушен. Доступ. Продолжение следует...